привет подписчики привет гости канала привет медведи хочу ответить на такой вопрос значит два раза мне его задавал мой подписчик я все как-то времени не находил и так суть вопроса он когда-то расстался с девушкой значит все нормально разошлись у нее все в жизни хорошо даже вроде как есть молодой человек и тут по истечению какого-то промежутка времени вдруг она это написала то есть ему какое-то сообщение вот он спрашивает типа зачем мне уже всю жизнь хорошо все прекрасно друг мой товарищ подписчик мой брат мой камрад отвечает то что у него все в жизни хорошо это замечательно но женщина она сама по себе такая женщина что ей не интересно просто жить хорошо ей нужно обязательно чтобы бывший знал и видел как у нее все хорошо чтобы он почувствовал какой он козел какой мерзавец и вот сейчас она встретила своего принца и чтобы похвастаться просто в общем просто похвастаться да это одна из причин вторая причина по которой она могла тебе написать то есть она готовит запасной какой-то аэродром она смотрит на твою реакцию как ты ей ответишь что ты ответишь какой интонации ты ответишь как ты будешь вести с ней диалог и если она заметит просветет фишку что ты готов с ней строить какой-то диалог ты готов с ней вести общение то есть она будет тебя потихоньку готовить к тому чтобы где-то приземлиться когда там наступит какой-то трэш и скорее всего не И просто так она запасной аэродром готовит, она уже, видать, понимает, либо ее там пытаются слить, либо что-то там такое, что она его пытается слить. То есть, ну, что-то такое происходит. Не будем сейчас в это углубляться, не будем это сейчас разбирать. Просто знаю. То есть, первая причина, то есть, она хочет похвастаться, типа, посмотри, какой ты козел был и как у меня все хорошо. Она хочет повысить свое честное, свое самолюбие, свою самооценку. То есть, вот такая вот я. Еще одна из причин, по которой женщина может тебе написать, то есть, это вызвать в тебе какое-то чувство, чувство. То есть, ей нужно, чтобы ее там несколько мужчин любили. Вот такая вот я принцесса вся, офигенная, классная, замечательная. Вот. И у некоторых парней, да, действительно такое срабатывает, особенно у молодых парней, у которых опыт отношений не такой высок, да, как у мужчин постарше. Вот. У них бывает, что оп, вспыхнуло там какое-то чувство, оп, и он начинает. Там ей написать, ей там звонить, о ней страдать, смотреть ее фотки, лазить по ее соцсетям или еще что-то, еще что-то, еще что-то. И опять, это ее самолюбие повышает. То есть, она такая вот, все, я такая офигенная женщина, я такая офигенная принцесса. Все, он меня любит, этот меня любит. Так, мне надо еще кого-то найти, кто бы меня еще тоже любил. А мне такие женщины в жизни встречались на самом деле. Вот. Я знаю, о чем сейчас говорю. Что в этих ситуациях делать? Я не считаю, нужно вообще отвечать. Если у вас нету каких-то причин для того, чтобы поддерживать с ней какую-то связь, то есть, это может быть совместный ребенок или дети, это может быть какие-то общие дела, да, там, то есть, или неурегулированные какие-то дела, может быть, там, судебный, там, какие-то, я не знаю, там, общий дом был, да, или общая машина, там, вообще любые какие-то общие дела. Если у вас для этого не существует причин, то есть, не нужно ничего отвечать, просто игнорируйте все, просто тупо игнорируйте. лучше внести в черный список нахер и все, чтобы она не видела, потому что они очень сильно, да, им среди парней хватает это, очень сильно любят шастать по страничкам бывших, то есть посмотреть, как же живет, что там происходит. Да, кстати, я вот хочу еще такую вещь заметить, что многие женщины делают это для того, чтобы проверить, допустим, мужчина поднялся в каком-то социальном статусе, в своем общественном, либо нет. То есть если он поднимается, она легко может слить там того, кто сейчас находится в отношениях, для того, чтобы перескочить сюда. Но опять, для того, чтобы понять, получится у нее это или не получится, ей нужно поддерживать диалог, ей нужно вызвать тебя на какую-то положительную эмоцию, напомнить о себе, чтобы ты ей ответил, и она будет проверять, что ты ей именно пишешь, привет, красотка Лео, привет, как у тебя дела, у меня там все хорошо и так далее, и тому подобное, то все, она прочувствует, что ты готов к этому. То есть я уже об этом говорил. Она ждет от тебя определенной реакции, что ты ей ответишь. Не давай ей никакой реакции. Наоборот, сделай все так, чтобы она такая, блядь, сука, вот какого мужика я проебала, какого парня я потеряла, вот был он такой замечательный, да, а она так будет думать, типа, ну все, все, мой поезд уплыл, а я теперь живу сейчас с этим, а если с этим сейчас у меня что-то дальше не получится, что я буду делать, куда идти мне опять искать нового какого-то. Не надо, короче, дорогой мой подписчик, комрад, брат, товарищ, не отвечай, забудь, не думай о том, зачем ей это надо. Зачем ей это надо, я сейчас кратко объясню. Все, ребят, всем хорошего настроения, отличного дня, крепкого здоровья, берегите себя, мечтайте правильно, а я пошел работать. Пока.